Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне исполнилось 30 лет и хуже, чем когда-либо я себя не чувствовал. И кажется, это уже конечная остановка глубокая старость. Не могу принять свой возраст, он меня пугает. За это время семья у меня не получилась, да и не уверена, что это моё. Да и людей держу на расстоянии хорошего, от них не жду. Мало что получилось, у меня жуткая апатия по поводу возраста. Это как можно избавиться от мысли, что я старая. Заранее большое спасибо, извините за беспокойство. Но вот интересно, что вы задаете вопрос и типа как бы извиняетесь. Вот, хотелось бы конечно несколько вот спросить вас собственно, а за что? За что вы извиняетесь, ну вот в данном случае? Потому что, ну вы хотите что-то спросить, да? Вы хотите что-то узнать, вот. За что вы извиняетесь? Понятно. То есть если вы извиняетесь, вот. Ну вот, буквально если вы всегда извиняетесь за то, что делаете, если вы всегда извиняетесь за какую-то просьбу, если вы на самом деле вот так вот действуете, то я думаю, что я не удивлен в таком случае, вот. Я абсолютно не удивлен, потому что вы же очевидно сами себя подавляете. Это первое, на что хотел бы, хотел бы обратить ваше внимание, да? Второе, на что хотел бы обратить ваше внимание, вы говорите, значит, кажется, три следа конечных станок, да? Ну, то есть понятно, что здесь вы переживаете кризис, ну вот. Ну, в смысле, вот, вы переживаете кризис, именно возрастной кризис вы проживаете. Проживаете, да, переживаете. Вот, вы переживаете здесь возрастной кризис, кризис 30 лет, и это нормально. Вам нужна помощь для того, чтобы его прожить. Вот, вам нужна помощь для того, чтобы его прожить, чтобы, возможно, немножко переориентироваться на какие-то другие вещи, которые сейчас вы не замечаете. Это второй момент. Третий момент. Ну, вот, есть у меня такое ощущение, да, что вы от себя как-то вот прям очень много требуете. То есть, есть у меня такое чувство, есть у меня такое впечатление, что вы требуете от себя прямо много. То есть, что и семья у вас должна быть, вот, и что должны вы людей, там, держать, значит, ну, смысла, что люди у вас должны быть рядом, вот. А, ну, ну, определенные люди, судя по всему. Вот, ну, может быть, это и так, вот. Только требования далеко не всегда соответствуют тому, что человек, ну, на самом деле может. То есть, если вы от себя только требуете, но при этом особо не замечаете своих реальных возможностей, ну, вот, реально того, что вы хотели бы, да, ну, вот, реально того, что вы могли бы, ну, вот, реально того, что вам нравится, к примеру, вот. Если всего этого вы не замечаете, а только требуете от себя, и то самое главное, что самое главное, если вы живете в ожидании, то есть, то есть, вот, одна из причин возникновения кризиса заключается в том, что человек оказывается не готов к тому, каким он представляет сам себе. То есть, то есть, человек оказывается к этому не готов, вот. Почему? Человек оказывается к этому не готов. Помню, что человек жил в долг, грубо говоря. А что такое жить в долг? Вот это интересный момент, я надеюсь. Вот. А жить в долг? Жить в долг, это значит жить в ожидании. То есть, я в ожидании, ну, того, что что-то произойдет со мной, того, что что-то случится со мной, вот, ну, в вашем случае, например, что вот я там, ну, не знаю, встречу, допустим, своего человека, да, вот, с которым, с которым смогу построить отношения, например, вот. или что хороших людей встречу, или что получится у меня, вот, ну, что-то. Вот. Может быть, это и так. Может быть. Но вопрос заключается в том, что вы для этого делаете. Что вы сами для этого делаете. и вот как раз момент, как раз очень важно, если вы сами выступаете здесь такой вот, понимаете, пассивной роли, да, вот, то, как раз возникают проблемы. Вот. Поэтому, да, вот тут нужно обратить на это ваше внимание. В первую очередь. что делаю я, как я распоряжаюсь своими ресурсами, да, вот, как я использую свои возможности и так далее. Вот. Второе, это, конечно, момент обесценивания, то есть, ну, вот, вы себя, на мой взгляд, очень сильно обесцениваете. Вот. Я не думаю, что это произошло, а, ну, внезапно, я не думаю, что это произошло с момента, как вам исполнилось, что 30 лет. Вот. Я думаю, что это произошло раньше, вот, я думаю, что, вот, просто вы, что, что называется, сейчас почувствовали, ощутили, что, возможно, там, достигло своего какого-то апогея. Вот. А, не менее важным моментом мне представляется то, что какие-то чувства вы в себе попросту подавляли. Вот. Мне представляется это так, что вы подавляли в себе какие-то аспекты, вот, которые представляли значимость, важность для вашей личности, вот. И это очень-очень важным. Вот. Вы говорите о том, по сути, что людей вы держите, но в состоянии ничего хорошего от них вы не ждете. Ну, вот. Хочется спросить, зачем вам чего-то ждать от людей? Вот. Ну, вообще. В общем? То есть, ну, для чего точнее? Для чего чего-то ждать от людей? я не думаю, что что от людей нужно чего-то ждать. Я, если честно, думаю, что нужно действовать вот в какой-то степени самостоятельно самостоятельно в этом ключе и контексте. Вот. То есть, именно самостоятельно действовать в том, например, что вам, ну, условно говоря, хочется. Да? Вот. То есть, хочется чего-то от людей, допустим, вам. Посмотрите, как вы сами самостоятельно можете реализовать то, что вам нужно, то, что вам нравится, и так далее. Вот. То есть, это, ну, той или иной степени дара зависит от вас. Вот. И только от вас, только от вас. Вот. Ну, какая-то, такая-то, вообще, что-то. То же самое, в принципе, кажется, касается и того, что вы не создали семью. Вот. А то же самое касается и того, что, потому что у вас, значит, чего-то не получается, как вы говорите. Вот. То есть, нужно смотреть, нужно смотреть, что и как вы делаете для того, чтобы вот, ну, чтобы чего-то добиться. Да? Вот. Вполне возможно, что там есть какие-то нюансы, вот, которые, которые могут вам, в общем-то, показать, да, что вы просят. Ну, не совсем корректно обращайтесь. Опять же, с чем? своими ресурсами, например. То есть, вот, ну, просто, не корректно обращайтесь. Обращайтесь. так же, я думаю, что проблематика может возникать у вас из-за того, что меняются цели, вот, меняются ориентиры, меняются, собственно говоря, приоритеты у вас. вот, это все меняется, а вы пытаетесь, ну, вот, себя, скажем так, ну, сдерживать, вот. То есть, пытаетесь, вот, ну, двигаться в каком-то другом направлении, может быть, более для вас привычном, вот. Только, опять же, вот, игнорируйте изменения, вот, которые, ну, у вас. А вы, значит, пишите, что не можете принять свой возраст, я опять же хотел бы вас уточнить, что конкретно вы не можете принять, да, в своем возрасте. Вот. вот, вот, что вы, что вы должны были, например, успеть, а что вы должны были сделать, вот, такого, что вы не успели и что вы не сделали, вот. Очень интересно было. Вот, ну, и еще я бы хотел, наверное, обратить ваше внимание на то, что человек сам по себе не может, не может, ну, что-либо не принимать ваше, ваше. То есть, если вы что-то не принимаете, не принимаете не вы, а вы у кого-то научились себя не принимать. Вот. То есть, это вот тоже такой, на мой взгляд, очень важный момент, чтобы вы честно себе признались и повторались заметить, как именно происходит непринятно. Вот. Потому что есть такое ощущение, что вы просто повторяете вакемпо ну, не самые, может быть, конструктивные истории. Ну, последнее, 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 что хотел бы я сказать, наверное, заключается в том, что к сожалению, по опыту, вот, моему опыту, я могу сказать, что люди, которые вот, переживают кризис, это люди, которые довольно-таки посредственно посредственно себя слышат, вот, то есть это люди, которые довольно редко к себе прослушиваются и довольно редко дают себе внимание, то есть, ну, уделяют сам себе внимание. довольно редко это происходит, к моему большому, ну, к моему большому сожалению. Вот, следствие, что развивается, вот, то, что я бы мог назвать, вот, как раз, вот, вот, таким чувством, да, чувством потерянности, вот. Поэтому обретение контакта с самой собой, вот, на мой взгляд, является важной задачей, важной задачей, для того, чтобы, опять же, вот, как-то несколько, ну, пройти эту кризисную историю, вот, которой, которой вы оказалось, ну, потому что, ну, в любом, вы в любом случае, ну, совершенно в любом случае, вы ее пройдете, вот, в любом случае, этот, этот, период, как бы, закончится, вот, в любом случае, и вам нужно будет, вот, в этом смысле, в любом, в любом случае, как-то двигаться дальше, вот. поэтому, вот, на мой взгляд, необходимо, чтобы, чтобы вы сейчас увидели одну, такую вот, мою, главную мысль, что кризис, это, это, для того, что вы себя не слышали. вот, ну, повторюсь, все можно исправить, все можно поменять, вот, и вы не являетесь исключением из этого правила, вот, так что, обращайтесь, будем рады вам помочь. На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по умным ответам, это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует...